МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Максим Козлов. Для всех, кто заботится о жизни и здоровье своих близких и остается дома, я и мои коллеги расскажем о новостях Ленинского городского округа. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский посетил волонтерский штаб, чтобы выразить свою благодарность. Это время показало, что есть большое количество, давайте назовем это благодетели, люди, которые что-то от себя вносят в общий котел. Детская школа искусств поселения Горки-Ленинский в скором времени обзаведется собственным зданием. Когда мы посмотрели 4 участка, то выбор пал именно на эту территорию. Напротив Вечного огня на Аллее Славы появился новый арт-объект. Всему нашему коллективу очень приятно, что мы внесли определенный вклад. Больше месяца жители Ленинского городского округа и всей страны живут в условиях вынужденной самоизоляции. Как и в любой экстремальной ситуации, именно сейчас проявляются самые лучшие качества многих людей, которые добровольно вызвались оказывать помощь тем, кому она необходима. Помещение общественной палаты Ленинского городского округа стало своеобразным волонтерским штабом. Именно сюда приехал глава округа Алексей Спаский, чтобы высказать слова поддержки и благодарности волонтерам. О кратких итогах работы ему рассказала активист штаба Наталья Рящина. Более ста человек у нас волонтеров. И мы своими силами формируем продуктовые наборы. Мы формируем наборы из овощей, фруктов. Большую помощь нам оказывает губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Более 530 заявок было обработано волонтерами за это время. Многие из них поступили вот отсюда, из объединенного колл-центра горячих линий губернатора и администрации Ленинского городского округа. Поступают звонки в колл-центр от жителей Ленинского городского округа. Мы их информируем на различные вопросы, а также, если им нужна какая-то помощь, волонтеров может быть, мы принимаем их заявки, обрабатываем и направляем непосредственно волонтерам. Не остались в стороне и представители бизнес-сообщества. Причем многие оказывают помощь тем, кто находится на передовой борьбы за здоровье людей, врачам и медсестрам. Скажите, пожалуйста, больничный лист вам не нужен? Я не знаю, может быть и можно. Ваш вызов оформленный, ждите доктора в течение дня. Каждое утро от Видновской поликлиники отъезжают несколько автомобилей с врачами. Индивидуальный предприниматель Андрей Макалкин предоставляет транспорт, на котором докторов возят больным. Данную ситуацию решил помочь жителям и врачам своего города, где я родился, вырос. Начали мы с конца марта, было 2-3 машины, сейчас уже 5-6 каждый день на линии. Водитель успокоил, с врачами договорились, им каждые 2-3 дня делают пробы на коронавирус. Все пока, слава богу, все хорошо, заболевших нет. Раньше эти машины работали в такси и приносили владельцу стабильный доход. Но в нынешних условиях предприниматель предоставил их тем, кому они нужнее. Для нас это была действительно ценная находка и вообще большая, огромная помощь, поскольку выручают нас в виде поездок с врачами на вызыва, ну, до 20 каждый день, каждая машина выполняет, потому что вызывов у нас 150-200 в день. И подобных историй сотни, несмотря на то, что многие сейчас несут определенные финансовые потери, помогать другим для них в приоритете. Это время показало, что есть большое количество, ну, давайте назовем это благодетелей, да, люди, которые что-то от себя вносят в общий котел для того, чтобы это было распределено для тех, кто нуждается. У нас есть примеры, когда топливозаправочный комплекс предоставляет несколько тысяч литров бензина для волонтеров, для того, чтобы они осуществляли свою деятельность. Есть люди, которые изготавливают или закупают маски. Есть торговые организации, которые передают тоннами фрукты, овощи. И во время визита Алексея Спаскова в волонтерский штаб работа здесь не останавливалась. Ведь люди ждут помощь, и она обязательно придет. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Депутат Московской областной думы Владимир Жук – один из тех, кто хорошо сознает важность поддержки пенсионеров в эти непростые дни. Кто-то из них одинок, у других – семей, взрослые члены которых временно остались без работы. Для каждого даже небольшая помощь очень важна. Депутат на собственные средства приобрел продуктовые наборы, которые вручил нуждающимся. Вместе с ним пенсионеров посетила и наша съемочная группа. Депутат Московской областной думы Владимир Жук уже не впервые привозит в Ленинский городской округ продуктовые наборы для нуждающихся. В каждой самое необходимое – сахар, мука, гречка, растительное масло и другое. Главное – посмотреть, как наши пожилые люди из группы риска находятся, в каком состоянии, сказать им, что надо находиться дома в этом режиме, пожелать здоровья. И, конечно же, оставить подарок вот этот вот. И тут есть контактный номер телефона. Если какие-то проблемы, то позвонить. Пенсионерка Ирина Алексеевна приглашает гостя в квартиру с радостью, принимая подарок. Владимир Петрович интересуется жизнью и здоровьем женщины. Как вы себя чувствуете, как здоровье? Ну, я-то неплохо себя чувствую. Меня обеспечивает социальный работник. На улицу не выходите? На улицу нет, на балкон выхожу. Пенсионерка живет с семьей сына, но пообщаться не прочь. И депутат, прежде чем отправиться по следующему адресу, выслушивает собеседницу, напоминая, что она может обратиться к нему за помощью в любое время. Крепкого вам здоровья. Не будем вас только отвлекать. Спасибо, все равно. Спасибо, как праздник. И вот очередной получатель помощи. Маргарите Владимировне в нынешнем году исполнится 80. Удивительно, но несмотря на то, что она прикована к инвалидному креслу, женщина остается жизнерадостной. Да еще и детей с внуками поддерживает. Я стараюсь, потому что иначе нельзя. Я же старшая в семье. Депутат, поговорив с Маргаритой Владимировной, выяснил, какая еще помощь ей необходима. У меня небольшая пенсия уходит на перевязочные материалы. Вот плечо у меня. Ну давайте вот по лекарствам, может быть, вам попробуем помочь. Вы скажите, что вам нужно. В этот день от Владимира Жука нуждающимся было доставлено 9 продуктовых наборов. Всего же депутат планирует передать около тысячи таких коробок жителям своего избирательного округа. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Мы с вами, говорят учителя Видновской школы номер 11, своим ученикам, находящимся в настоящий момент на домашнем обучении в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Преподаватели сняли видео со словами поддержки в это непростое время и выложили его в социальные сети. В своем обращении к школьникам они выражают надежду, что уже скоро снова будут встречаться вместе в стенах школы, а не на мониторе компьютера. Ребятки, мы скучаем. Возвращайтесь скорее. Дорогие мои первоклашечки, мои вышечки, я вас очень люблю, очень по вам скучаю. Ваша Александра Александровна. Идея создания видеоролика появилась уже после окончания первой недели дистанционного обучения, когда учителя стали понимать, что ребятам не хватает реального общения с одноклассниками и преподавателями, посещения спортивных секций и занятий по дополнительному образованию. Также без них скучаю очень сильно. Мы решили записать для них ролик. Многие учители откликнулись на это. И получилось вот такое видеообращение для ребят. Мы рассказали о том, как мы их любим, скучаем без них. Надеемся на скорую встречу. В данный момент более 20 тысяч учащихся Ленинского городского округа продолжают учиться в онлайн формате. Детская школа искусств поселения Горки-Ленинские в скором времени обзаведется собственным зданием. Сейчас она ютится в нескольких кабинетах, выделенных администрацией поселения. Каким будет новый храм искусств, узнала наша съемочная группа. Рабочие вбивают колышки, чтобы контуры нового здания детской школы искусств стали понятны. Пока их можно увидеть только на бумаге. Комиссия, куда вошли представители Видновского управления капитального строительства, ПТО, ГХ, администрации поселения и руководство школы пытаются представить будущий фронт работ. В настоящий момент времени организовано выездное мероприятие по выносу в натуру контуры здания детской школы искусств в поселке Горки-Ленинские. Определяем масштаб проблем выноса инженерных коммуникаций, попадающих в пятно застройку. Ну, соответственно, дальше по факту разбивки осей и контуры здания будем принимать следующие инженерные решения по выносу сетей, по перемещению, нахождению более оптимального положения здания на данном земельном участке. Новое здание ДШИ будет модульного типа, что, во-первых, намного дешевле капитальной постройки, а, во-вторых, позволит максимально сократить сроки возведения. В бюджете поселения на строительство здания ДШИ заложено 50 миллионов рублей. Дополнительные средства будут выделены на благоустройство прилегающей территории. Делаем сквозной проезд, который нам закольцовывает, в принципе, здание. Напомним, что изначально ДШИ базировалась в помещении средней школы Горок Ленинских. После ее закрытия творческий коллектив переехал в несколько кабинетов, предоставленных администрации поселения. Но этих помещений явно не хватало. Работа над возведением нового здания началась по инициативе главы Ленинского городского округа Алексея Спасского. Будущий вход в школу искусств будет примерно за моей спиной. И хотя общие очертания здания уже известны, каким будет внешний вид школы – пока загадка. Над ним, как и над внутренней планировкой, работа начнется намного позже. Естественно, что все это будет готовиться с учетом рекомендаций и пожеланий руководства школы и преподавателей. Уже сейчас известно, что здание будет одноэтажным, но довольно вместительным. По предварительным расчетам, его площадь составит около тысячи квадратных метров. Для сравнения, сейчас площадь, которую занимает школа искусств, всего чуть более 200 квадратов. При поиске места, где будет возведено здание, ориентировались прежде всего на удобство жителей поселения. Когда мы посмотрели четыре участка, то выбор пол именно на эту территорию. Она находится очень близко к домам, очень удобное расположение. И мы надеемся, что она будет очень удобная для всех посетителей детской школы искусств. В настоящий момент в Горкинской ДШИ обучается 137 учащихся. Планируется, что ввод новой школы позволит увеличить количество учеников до 200. Также в планах руководства школы открыть духовое отделение и расширить отделение народных инструментов. Мы хотим наконец-то сделать большую ИЗО-студию, потому что места в предыдущей школе, в предыдущем помещении нам не хватало. Сделать хороший хореографический зал. И наконец-то у нас будет свой концертный зал. Такого у нас не было вообще никогда. Мы всегда пользовались либо залом музея-заповедника Горки-Ленинский, и теперь замечательным залом в Петровском. Кабинеты, которые освободятся при переезде ДШИ, планируются отдать в распоряжении центра «Юность», который находится по соседству и администрации поселения. Предварительно намечено, что работы по возведению здания начнутся в начале лета. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Напротив вечного огня в Видном на Аллее Славы появился новый арт-объект. Он посвящен памяти солдат, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. Арт-объект «Монумент Победы» в высоту достигает 2,5 метров, его ширина 5 метров 30 сантиметров. Выполнен он из металла. Композиция говорит сама за себя. Никто не забыт, ничто не забыто и вечная слава героям. Всему нашему коллективу очень приятно, что мы внесли определенный вклад в это огромнейшее мероприятие, важное для всей нашей страны. Так как большинство на сегодняшний день соблюдает режим самоизоляции, оценить новый арт-объект смогли лишь жители ближайших домов. Важно и нужно, чтобы была память, чтобы, по крайней мере, молодое поколение понимало, что когда что-то происходило. Помимо композиции к 75-летию Победы, на пути к храму жители будет встречать арт-объект Георгий Победоносец, который компания-подрядчик установит в ближайшее время. Композиция будет выполнена также из металла. И это все новости на сегодня. Оставайтесь дома, чтобы тем самым сберечь жизнь и здоровье родных и близких. С вами был Максим Козлов. До встречи.